МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доброй Руке у Гомеле пройшла доброченная акция для бездомных живел, а зараз об этом и иншим больше подробязна. У белорусской экономицы все лета наметился рост, але подстав для самозаспокойности нема. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сень на докладе у Рада Национального банка, Аблвыконкамов и Минского гарвыконкама об работе экономики. Ем присвечены оценцы выника угода и проектам прогнозу. Керевник державы подкреслив, что 2018 год будет особливым. Треба будет переодолить отставание, допущенное в 2016-м, и выйти на траекторию 5-годовой программы социально-экономичного развития. Экономичные питания разглядались сегодня и на Гомельщине. Распочался визит у Гомельской области надзвичайного и полномочного посла Королевства Швеции у Республики Беларусь Кристины Юханисон. В программе наведывание широких предприемств и учебных установ региона. Сустреча с представниками органов УЛАД и деловых колов. Первый день поездки в материале Олега Сентюрова. В регионах Беларуси посол Королевства Швеции Христина Юханисон в первую очередь. Но этот визит на Гомельщину ни в каким ради не носит ознаменляющий характер. Головная задача – активизация двухбаковых соведей в экономической и гуманитарной сферах. Первая кропка в программе труденного визита Светлогорск – это самый молодой город Гомельской области, але дипломаты и представников буйных международных корпораций, которые сопровождают посла, привабливают не только этот факт. Нералеждая на взросл Светлогорск – город с развитой промысловостью, у райвоконками не утуевают. Тут будут витать все махчамые гандлевые контакты, але для региона куды больше важно сопрацовництво в реальном секторе экономики. Больше, конечно, интересует это создание новых производств. Пускай совместных, пускай с разным капиталом, пускай с белорусским, пускай с шведским капиталом. Потенциал, еще раз говорю, кадры есть, народонаселение высокообразованное в Светлогорщине тоже есть. И мы готовы к любым проектам, которые были бы интересны вам. Площадей тоже хватает. Затекавленность у пошуку новых партнеров на Гомельщине выказывают представники компаний, которые працуют в сфере энергетики, в творчестве мебли и металлорезующих инструментов, а также занимаются поставками сыровины для химичной в творчестве подчас наведывания Светлогорского терророзно-кордонного комбината предметная размова о махчимых накерунках супросовництва. На предприемстве уже выучали опыт Швеции и сегодня снова готовы супросовничать за ее компаниями. Але золиком потребованию белорусского законодавства, якое по некоторых позициях, особливо у природооховной сферы, часом навод больше жесткое за европейское. Некоторые нормы белорусские по экологии, они особенно по выбросам в окружающую среду и по промышленным стокам жестче, чем в Европейском Союзе, поэтому нам пришлось достаточно напряженно поработать с европейскими поставщиками оборудования, с разработчиками данного оборудования, чтобы обеспечить соблюдение данных показателей. Назвычайный полномосный посол королевства Швеции Кристина Юханисон кажется, что члены делегации не мают на мир обняжевываются только некакими галинами белорусской экономики. В программе «Визиту» со встречи не только с керонистом Светлогорского целлюлознокордонного комбината, аллеи и рельско-гаметризных, гомельско-химичных и мазерского нафтоперепросывающих заводов, мэблевой фабрики и предприемства «Беларусьнафта» при этом текавить шведский бок не только буйные в творжести. Малый и средний бизнес так само могут износить свое место у белорусской экономики. Вот как раз малый и средний бизнес, они нуждаются в большей информации. Именно для них мы, дипломаты, можем сделать важную работу в сборе информации, например, какие есть конкретные возможности именно в этой области, что здесь можно сделать, какие есть партнеры. Для них это более важно. Документы для регистрации инициативной группы на выборах мясцовых советов депутатов треба представить не поздней за 14-е Снежня. Отповедная информация размещена на сайте Центр выборкам о Беларуси. В инициативную группу повинны выходить от 3 до 10 человек. Они будут проводить сбор подписов на кандидатов. Вылучение кандидатов пройдет с 10-го Снежня по 8-е студене включено. Звороты Жихарова РГИО на сегодня выслухал помощник президента Республики Беларусь, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко. Почас промой телефонной линии и прием у грамадзян у Будака Шалева до его завернулось около 20 человек. О проблемах и шляхах их выражения материал Дмитрия Котова. Пешеходный мост. Зым связан амаль кожный третий зворот до помощника президента инспектора Пагомельской области Юрия Шулейки. Для певной колькости Жихарова райцентра, особливо пенсионеров, переоход про шагунку, выкликая складанности. ГТТ могучало и подчас промой телефонной линии, и подчас прием у грамадзян. Два года тому и сновали два пероходы про шагунку. По земле и надземный. Первый для захования безопасности было выражено закрыть. Несчастные выпадки были не редкостью. С запуском худкостных техников, которые проходят про сбуду кошелева без перопынков, риска возросла. Але некоторые же хоры скартятся, что крестаться надземным пероходом не дозволяет здоровье. Юрий Шулейко означал, что необходимо найти компетентное выражение проблемы. Я думаю, что действительно этому надо обратить определенное внимание. Потому что, если это один житель, если это два жителя, но если сегодня это 30% общепоставленных вопросов по Будокошелевскому району, что волнует граждан, его нужно изучать. Изучать его нужно в двух направлениях. Это, в первую очередь, безопасность. И есть, конечно, вопросы, которые социального порядка имеют здесь. Это то, что в той части города проживает сегодня уже большинство пенсионеров. И им тяжело передвигаться. Жихарка агрогородка Рогень Вера Чернякова трапила у трагичную историю. Дом я и мать инвалида первой группы сгорел за Маланки. Зараз женщина так само доглядая и брата инвалида. На прием приходит с просьбой об отримании льготного кредита на набытье улазного жилья. То, что пообещали уже как-то рассмотреть и не оставить без внимания, за это я уже благодарна. Есть надежда, что как-то у нас этот вопрос все-таки сдвинется с мертвой точки и будет решен каким-то образом. Увагу ли, подчас промой телефонной линии и приему грамадян, агучина каля 20 пытанил. Некто звертался за допомогой и без попереднего запису. Юрий Шулейко знайшел час, как выслугать кожного. У основным пытанин накеровывались от жихаров Будока-Шалевского и Гомельского районов. Самые популярные скары и тышилися деянности жильево-коммунальной господарки, рамонту домов и необгрунтованных, на думку грамадян, платежов. Были так само пытанин, связанные с обслугованием дорог, просолодкованием и судовыми спрэчками. Усе темы, взятые на особистый контроль и в ближайший час будут знодены шляхи выращения проблемных пытаний. Существует установленная практика, когда мы контролируем исполнение своих поручений. И мне удается, я скажу откровенно, чтобы полностью отслеживать тот поставленный аспект вопросов и решение их. Да, порой приходится отдавать и отказы, но есть ряд вопросов, которые имеют уже положительную динамику исполнения. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, с Будока Шалёва. До инших тем. На пожары в Доброжском районе загинул мужчина. Сегодня о четвертой године ночи выратовальники районного подразделения МНС выехали по поведомлении про пожар дравлянного жилого дома у везцы Жгунь. По их прибытии до места выклику отбылся частковый обвал перакрытия внутри дома. У баку изнашли тела господара дома уладания 1970-го года народжения, який проживал один. Причина пожара высветляется. Одна из версий – неосторожное выходжение за огнем прокурения. Проверку проводит следшая оперативная группа. Сегодня у Гомеля отбылось выездное посажение Президуума Совета областного объединения профсоюзов. Основная тема – работа областной организации профсоюза работников местовой правословости и жилево-коммунальной господарки по активизации громадского контроля за выполнением законодавства о бахове праце. Подробностей у Вероники Ворошилиной. Водозабор Ипуть – один с пяти у Гомеля, який житявляет водозабеспечение областного центра. Этот объект был открыт в 2010-м году и сегодня заявляется наиболее сучасным. С его уведением Гомель Цалком перешел на подземные крыницы водозабеспечения. Тут находятся 10 артезианских сведровин, станция без железования и помповая станция, которая после очистки подает городу воду. Как и любой инший водозабор, Ипуть – объект стратегичный. Реон обсталеванной сигнализации находится под круглосуточной оховой. Многие процессы тут автоматизованы. Пытанием безпеки – самая пильная вага. Охрана труда у нас на высоком уровне. Все обеспечены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и плюс еще групповыми средствами защиты. Охране труда уделяется очень большое внимание. Если, например, по колоду у нас 3% от фонда заработной платы, то в этом году мы использовали около 6% на все наши мероприятия по охране труда. Обмеркование актуальных пытаний у посаджения проходило на базе коммунального вытворчого унитарного предприемства «Гомель-Водоканал». Основная тема – работа областной организации, профсоюза работников, мясовой промысловости и жильево-коммунальной господарки по активизации громадского контроля за выполнением законодательства об охове працы. Житие и здоровье человека вышли за все у любой профессии. В свою чергу работа с людьми – ключевой аспект у деяности громадских инспекторов. Подчас пленарного посаджения огучивается передовый опыт, напрацованный уготем на прамку. «Сегодня в коллективных договорах у нас предусмотрено, что общественному инспектору наниматель доплачивает 10% от тарифной ставки. Это во всех коллективных договорах нашей системы записано. Ну и, наверное, не только наших во всех. И получается, что труд обезличен. В некоторых организациях или предприятиях, вот он, коль он является общественным инспектором, значит, ему и доплачивает этих 10% от тарифной ставки. А у нас совсем другая система. То есть разработаны критерии оценки. Бальная система. То есть вот он должен в течение месяца сделать столько-то предписаний, столько-то этих проверок. И каждый шаг его, так сказать, оценивается. Потом выводится шкала баллов. И если он, например, ничего не делал, то есть он ни одного балла не заработал за свою работу. То есть он не участвовал ни в проверках, не написал ни одной рекомендации. Он, ну, практически ноль у него баллов. Значит, ему ноль оплаты. То есть прослеживается четкая система. То есть что он отработал, то он и получил. На одних предприемствах региона этот опыт уже мое место, у инших его еще треба будет укранять. Не глядячи на то, что за 10 месяцев года по области надзирается снижение вытворчего травматизма, житет и кто уголовно и целиком сразумелую истину. Заховы и працы жертвовать не льга. Сегодня задача перед профсоюзами, еще раз в свете директивы номер один, последней ее во второй редакции, это повысить эффективность общественного контроля. Ну и думаю, все-таки вот та система работы, наниматель, профсоюз и органы исполнительной власти, органы надзора контроля, совместной работе, даст нам возможность все-таки и дальше держать руку на пульсе профилактики травматизма и не допускать все-таки гибели рабочих и травмирования на производстве. Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадо и компания «Гомель». Кожному потребен дом. У «Гомели» пройшла 12-я доброченная акция «Подары им шанс». Коли 70-ти живел, які засталися без господарского клопоту, волонтеры спробовали уладковать у добрые руки. Милые, гулевые, ласкавые и деликатные, с такими добрыми и сумными вачима. У каждого из этих маленьких и пухнатых котов и собак своя трагичная история бездомного життя. Некоторые были выгнаны своими былыми господарами, а у других в уголе никогда не было дома. Выжить им допомогли волонтеры. Живелы находились на часовом утримании в их квартирах и домах. Под час акции «Гомели» 70 четвероногих отримали шанс найти господара. Звучное, но в то же время короткое. Такое, длинное имя не люблю. Мы пришли с мамой сюда, и мне понравилась сразу черненькая кошечка. И я ее сразу полюбила. Я буду с ней дружить и играть. Не бросать. Под час акции «Гомельчане» так само приносили для бездомных живел корм и лейки. Раз мы эти акции делаем, значит, они нужны городу, нужны нам, волонтерам и нужны людям. Потому что люди спрашивают, звонят. И очень много при всем, при том, хотят помочь, не только взять животных. И это нас радует, потому что мир все-таки не без добрых людей. И «Гомель» доказывает, в принципе, это с каждым годом все больше и больше. Свой новый дом нашли 34-ногих. На часовом утромане волонтеров их по раннейшему шмат – 100 котов и собак. А козать допомогу волонтерскому руху может каждый. Для этого нужно вернуться до его руководителя Светланы Лапо. И, мягчима, дякуючи вам, будет захована маленькая жизнь. Все. Дмитрий Котов, Ганна Коральчук, Максим Славин. Телерадио-компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познаемить Максим Савин.